Кухня почти готова, вытяжка есть, трейлинги есть. Но что я использую на кухне? Сейчас все покажу. Сходил в магазин и купил нужные ингредиенты. Что у меня было? У меня был розмарин, тимьян, чеснок, лимон, сухой лук, чеснок, паприка, петрушка, дробленый перец, немножко оригана, сливочное масло. Это все то, чем я пользуюсь очень часто. А сейчас покажу, что купил новое. Купил соль морскую крупную, купил соль мелкую. Я очень люблю, когда у меня лежит томатная паста, можно сделать какой-нибудь соус. Дрожжи, мало ли захочется что-то испечь. Иногда бывает такое, что мы тут быстро делаем пиццу. Протертые томаты, соус для пиццы, соус томатный, важно, всегда подойдет. Вот соус песто, овощи пожарили, потом смешали с этим соусом песто, получается нереально вкусно. Горчица баварская, она сладенькая. Всегда держу на кухне. Ну, это еще томатная паста. А теперь самое интересное. Соусы, которые я чаще всего использую. Я специально вот купил себе ящики, потому подпишу Иван, чтобы Стас мне ничего не тискал. Соус кимчи, отлично подходит для маринования всяких овощей, чтобы подмариновать, добавить куда-то для украшения. Похрустеть там капусточкой в кимчи, отлично подходит. Опять же, курица, морепродукты, все в кимчи. А какие офигенные получаются кальмары. В кимчи замариновали прям по 2 минуты на гриле, на сильном жаре, и получается обалденно. Шрирача, ну, что-то похожее на кимчи, но другого вкуса. В шрирача меньше чеснока. Острый, вкусный, отлично подходит для мяса, для утки. Ну, в общем, надо пробовать, чтобы вы сами поняли. Так, ну, дальше по соусам продолжим. Соус унаги. Вот я в ней готовил утку. Очень вкусно получается. Ну, свечили. Крылышки свечили, либо свиная грудь. Грудинка, жженые концы, бёрн-этс. Такими кусочками нарезается, потом в специях все это коптится. Заливаете свечили, получается лучше, чем в любом соусе барбекю. Либо крылышки, либо курицу быстро обжариваете в локе, добавляете свечили. Отлично, надо брать. Ну, конечно, соевый соус. Кетчуп. Возьмите хороший томатный кетчуп. На рынке много хороших производителей кетчупа. Мне нравится Хайнс. Мне нравится вот такой мути. По-моему, лучше он какой-то более томатный. И тот самый вкус, который был в моем детстве, в Советском Союзе. Натуральный кетчуп. Ничего лишнего, только помидоры. Кстати, томатный кетчуп и томатную пасту часто подделывают тем, что добавляют тыкву. Тем самым удешевляя продукт. По цвету примерно то же самое. Немножко химии. И получается отличные томаты. Еще я взял вот такую ширачу. Она немного другого вкуса. Производитель Оруиди. Отлично куда-нибудь давает. Например, устрицы. Идите туда пару капель. Они становятся остренькими. Остренькие, очень вкусные. У нас просто покупатель пришел. Магазин все переехал на первый этаж. Теперь тут только студия, в которой проводим мастер-класс. И на собственно вот соусы расставляем. Фиш-соус, рыбный соус. Делается из рыбы. Ферментизируется рыба. Потом все это вытягивается. Получается очень-очень вкусно. Взяли фиш-соус. Туда выдавили апельсин. Немного меда. Чуть закарамелизовали. Туда остренького перчика. И отличный соус получается для какой-нибудь жирной еды. Грудинка, куриные бедра. Два вида уксуса. Я взял виноград белый и взял яблоко. Все, мне это очень нужно. Ну и конечно, вустерский соус, вучестер. Много названий в России. В общем, офигенный соус вучестер. Тоже отправляю туда. Так, это я тоже забираю. Еще у меня есть растительное масло. Начну подготовку еще специй, которые я использую. Это ароматная соль, ароматное масло и ароматное сливочное масло. Для того, чтобы сделать оливковое масло ароматным, берем бутылочку, чтобы вам вот так вот было видно. Пускаю туда розмаринчик. Немножко перчика, черного горошка. Можно, конечно, еще опустить тимьян. Теперь беру чесночок. Очищаю чеснок. Возьму еще один зубчик чеснока. Очищаю. И теперь оба зубчика отправляю туда. Прям совсем немного орегано. А теперь это масло отправляю в духовку на температуру 50 градусов, минут на 30, на 40. Чтобы все эфирные масла передались маслу. И уже можно было полить пиццу, мясо, все что угодно. А дно готово. Так. Как оно у нас тут? Как необычно смотреть на гриль. Ну, слушай, мы же с тобой долго будем снимать. И хочется в новой кухне все сделать по-новому. 50 градусов, 30-40 минут. Масло готовится. Займусь солью. Сделаю соль ароматную на основе тимьяна. Беру тимьян и очищаю листочки в баночку. Теперь беру соль и засыпаю в банку соль. Сверху еще немного тимьяна. Закрываю крышкой. И хорошо перемешиваю. Причем трясу очень сильно, чтобы соль начала выбивать из тимьяна сок. И тем самым тимьян передал всю ароматику соли. Готово. Постоит 2-3 дня и будет ароматная соль для рыбы, для салата. Для чего угодно. Там, где используют тимьян. С розмарином поступаем точно так же. Но сначала очищаю розмарин. Не надо так много. Розмарин нужно мелко нарезать. Отлично подходит для мяса. Особенно для дикого мяса. А если еще будете подавать мясо с каким-нибудь ягодным соусом, прям вот этой солью посыпьте сверху. И будет очень-очень вкусно. Ну и то же самое с розмарином. Важно брать свежие травы, потому что они влажные, они отдают свою влагу. Вместе с ароматами соли ничего не загниет. Все будет отлично, потому что соль является отличным консервантом. Оставляете. Через 3 дня будет готово. Теперь у меня есть чеснок. Отрезать часть там, где плодоножка была. Вот так вот присыпать дробленым перчиком фольгу. Кладу сюда чеснок. И заворачиваю. Еще очень хорошая соль. Берете баночку. Берете сухой чеснок. Добавляете сюда теперь соль. А теперь беру лимон и аккуратно срезаю цедру. Если вам нравится делать это на терке, делайте. Мне очень нравится срезать ножом тоненько, потому что я могу все контролировать. Такая штука попадается. Убирайте. И отправляете все в баночку. Добавлю немножко тимьян. Но и мне так нравится. Тимьян можете не добавлять. Но чеснок, лимон обязательно. Видите, уже соль становится желтая. Сюда я бы на свой вкус еще добавил бы перчика. Молотого перчика. Потому что это же будем добавлять куда-то при приготовлении. Рыбу, например, натереть или еще что-то. Поэтому перчик отлично подойдет. Еще раз хорошо мешаем. Почему я сначала не добавил перчик? Для того, чтобы соль немного забрала влагу у лимона. И перец не стал слепаться. И вот теперь все хорошо перемешается. Это, в принципе, уже готово. Уже можно использовать. Но все равно поставьте на полку. Будет все хорошо. Соль является консервантом, который все сохранит. Еще у меня жена давно-давно ездила в Стамбул. Как-то давно-давно. Года три назад. И она мне привезла замечательную соль. Соль была с зирой, он же кумин. И соль с перцем. Поэтому я тоже сделаю такие. Засыпаю черный перец. И засыпаю морскую соль. Перемешиваем и оставляем. Осталось сделать копченую соль и ароматное масло. Рожек на нижнюю решетку гриля. Зажигаю. Накрываю стартером. Брикетов одна треть от стартера. Этого вполне хватит, чтобы запечь чеснок. И закоптить соль. Брикеты переворачиваю. И ссыпаю в одной стороне. Устанавливаю решетку. Решетку чистить не надо в этом случае. Кладу чеснок. И накрываю крышку. Ну и конечно же нужно открыть верхний регулятор. Для того, чтобы была подача воздуха и уголь разгорался. И естественно чеснок запекся. Такое количество брикетов, вот в такую погоду, даст примерно 150-160 градусов. И чеснок будет запекаться 15-20 минут. А мы пойдемте пока подготовим масло. Масло сливочное. Комнатная температура. Обязательно комнатная. Сейчас увидите почему. У меня тут сколько? 380 грамм. Я обязательно в описании напишу. Чего, сколько я добавляю. Вы все равно подгоните под свой вкус. Кто-то более пряное любит. Кто-то более острый. Например, у нас в том масло, которое я забыл снять. Ничего страшного, что передержал. Температура 50, ничего не будет. Можно добавить острый перчик. Но к нам приходят часто дети, поэтому остренько. Я не добавляю туда. Я вас спрашиваю, а ты его чем? Рукой. 50 градусов. Оно не горячее. Отлично. Ну вот прям понюхайте. Чувствуете? Прямо ароматный чесночок, травки. Все как надо. Это готово. Накрываю крышкой с дозатором, чтобы было удобно поливать хлебушек. Не важно, что салаты, мясо. И ставлю к своим соусам. Теперь вернусь к маслу. Масло беру вот так вот разминаю. То есть расплющиваю. Теперь беру петрушку. Молодую желательно брать. Которая помягче. Стебли такие отличные, мягенькие, ароматные. Кстати, многие не знают, что листочки у петрушки не такие ароматные, как стебли. Поэтому, если вы возьмете прям молоденькую-молоденькую, будь максимально ароматное масло. Пополам. И начинаем измельчать. Нужно измельчить как можно мельче. Прям реже. Она прям вкусная. И теперь все хорошо перемешиваю. Петрушку можно заменить на любые травы. Это такая основа. Максимально нейтральная. Но все, ждем чеснок. Пахнет чесноком вокруг гриля. И это прикольно. Доставить чеснок. Пусть остынет. И добавлю его в масло. И пора бы закоптить соль. Пока чеснок остывает, закопчу соль. Соль крупно-морскую. Высыпаю лоток. Пару капель воды. Вода нужна для того, чтобы дым лучше прилип. Теперь хорошо перемешиваю. Она получается влажная. Но в гриле она сейчас высохнет. И будет все хорошо. Ольхо. Ольха. На ольхе соль получается особо ароматно. Да вообще на ольхе круто. И смотри, коптите в коптильной. И даже в гоу-риньвай. Пойдемте закоптим. Гриль горячий, поэтому буду использовать перчатку. Закрываю нижний поддув. Верхний регулятор тоже закрываю. И на угле высыпаю щипу. Прям не жалейте. Ставлю соль на другую часть. Противоположную часть от углей. Верх полностью закрыт. Регулятор и низ полностью закрыт. Сейчас важно максимально, чтобы гриль набрал дыма. Пусть огонь потухнет через 5 минут. Ничего страшного. Дым наберется и осядет на соль. Я думаю, через 10-15 минут соль будет готова. А мы пойдемте пока добавим чеснок в ароматное масло. Чеснок, который мы запекали, он запекся. Он стал уже не такой острый. Он стал более пряным, мягкий. В общем, тот, который отлично подойдет для ароматного масла. Кстати, печеный чеснок чем-то напоминает картошку или печеный банан. Теперь беру чеснок и добавляю в масло. Конечно, можно было бы просто вот так вот вилочкой здесь. Мне нравится заморочиться. Сам процесс подготовки в кухне к тому, чтобы все было так, как ты привык, чтобы было вкусно. Он очень приятно. Поэтому я сначала ножичком, потом вилочкой. Сюда, кстати, можно добавить все, что хотите. Абсолютно я уже об этом говорил. Сюда можно даже добавить немножко соли и сахара для усиления вкуса. Это тоже будет прикольно. Теперь беру пищевую пленку и раскатываю на столе. И перекладываю сюда масло. Сворачиваем. Делаем колбаску, которую аккуратно выравнивать так, как мне можно. Царь готова. Убираю в холодильник, чтобы остыло, для того, чтобы нарезать шайпочками. Минут через 15-20 продолжим и я покажу. Но я буду честен. У меня осталось еще масло. Его я переложу прямо в тарелку. У нас сейчас будет обед. Сделаем гряночки. И прямо на гряночку вот это вот вкусное масло будет, как в самом шикарном мясном ресторане. Прямо вот такую мисочку. Они такие прозрачные. Прямо видите, как здорово видно, что в них лежит. Тоже в холод и хранится совершенно хорошо. Вот видите, она уже пожелтела, набрала аромат. И можно уже пересыпать в банку. Можно, конечно, коптить, как раньше, до черного состояния соли. Но зачем? Нам же нужен легкий привкус копчености посыпать какой-нибудь помидорчик или хлебушек. Или, кстати, хлебушек, на котором будет это ароматное масло. Мы присыпаем солью, будет идеально. Опять баночка. Опять стряхиваем. Ну, прям ароматная, вкусная соль. Постоять буквально, ну, 15 минут, и можно что-то посыпать. Теперь важно взять хороший багет. Если он свежий, вот даже не нужно поджаривать. Хрустящий, он еще теплый. Так вот, на тарелочку. Ну, это чтобы мы могли с Лехой сейчас попробовать масло, и нам было вкусно. Столько трудов. А попробовать-то, по факту, ничего не можем. Это всего лишь подготовка к следующим вкусным роликам. И чтобы у меня вот здесь все было под рукой. Хлеб нарезал. К сожалению, я не могу позволить себе охладить масло в течение, там, часа в холодильнике или в морозилку. Это еще подключается. Ну, и шайбочками я выкладываю масло. Итак, мы подготовили пять видов соли. Четыре ароматных, одну копченую. Масло сливочное ароматное. Масло оливковое ароматное, которое можно поливать. Все, что хочешь. Даже кусок хлеба будет полить очень вкусно. Кстати, сейчас это и сделаем. Теперь надо попробовать. Беру масло. И намазываю на хлеб. Придать пикантности. Возьму копченую соль. И немножко посолю. Чтобы это было вкусно. Это, ребята, вкусно. Блин. День прожит не зря. А если вы пожарили стык, и он у вас чуть подгорел, возьмите вот такую шайбочку, сверху положите. Масло растает и сгладит все ваши погрешности. Забыл попробовать оливковое. Соли не хватает. Монтек идеально. Травки раскрылись. Чеснок придал пряности. Немножко оттенков перчика. Ну и, конечно же, орегано. Это очень круто. Это то, что должно у вас быть на кухне. Это основа любого вкусного застолья. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...